Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, кажется, латвийская политика погрузилась в очень интересный период. Роспуска парламента и Рижской Думы. Ну, видимо, все-таки сперва распустят Рижскую Думу. Дойдет ли до распуска Сейма, об этом мы тоже поговорим, в том числе с нашим сегодняшним гостем Нормандом Гростенчем. Добрый день. Добрый день. Норманд Гростенч как раз один из инициаторов сбора подписей за референдум по распуску Сейма. Ну, я так понимаю, что уже 42 тысячи граждан Латвии по существу меньше, чем за три недели подписалось в поддержку референдума о распуске парламента. Есть, кстати, еще многие об этом, наверное, даже не подозревают и возможность подписаться в бумажном варианте, у кого нет интернета. Об этом чуть попозже. Вот, Норманд, добрый вечер еще раз. Может быть, если так вот положа руку на сердце, вообще вы ожидали такой активности от граждан Латвии, когда вот запускали эту инициативу? И почему вообще вы решили пойти на столь радикальную меру? Ну, поскольку я уже не первые даже десяток лет руковожу институтом исследований будущего Латвии, то на прошлом заседании Центрального избирательного комитета, когда журналисты после подачи инициативы о распуске сами спросили, какая активность ожидается в начале, мне удалось достаточно точно это спрогнозировать. Я сказал, что 5 тысяч человек в день ориентировочно. Первую неделю так оно и шло. Значит, за первую неделю больше всего подписалось. Сейчас, значит, там появилось несколько нюансов. Допустим, когда они увидели, что там происходит, и пришли на работу после выходных, когда уже было 20 тысяч подписей за первые выходные, к нам в партию Центра, которая является, значит, инициативной группой, стали поступать немало жалоб от зрителей и, скажем, избирателей, просто напечатанные скриншоты, люди увидели, значит, что, допустим, помехи на портале, те, кто смотрели за процессом тоже, помехи на портале, значит, появляется надпись «Не зарегистрирована ни одна инициатива», а там их четыре, кстати, там и остальные инициативы вполне нормальные, допустим, о снижении порога необходимого для возбуждения референдума, а что самое важное, там еще есть инициатива о отмене налога на недвижимость за единственное жилье, то есть это, на практику, уже давно сделано в Литве, в Латвии, значит, на тот момент, когда начинался сбор подписей, за это было две тысячи электронных подписей, сейчас их там стало на 10 тысяч больше, то есть вот это… Возможно, и эта акция способствовала, потому что люди открыли интернет и увидели, что, оказывается, есть и такая важная инициатива. Да, однозначно, то, что партия «Центр» подала вот инициативу «Роспуск и Сэйма», значит, сразу в позитивном смысле повлияло и на остальные инициативы, которые на том портале. Там, где было, скажем, 200 подписей, там стало две тысячи, там, где было две тысячи, стало там 13-14 тысяч, так что мы в этом плане тоже коллегам помогли, и сейчас, кстати, расскажу, поскольку мы уже три недели с этим работаем, нам люди задают совершенно, конечно, нормальный вопрос, что вместо этого Сэйма? Ну, ладно, вот мы и распустим. Да, это очень резонный вопрос. Да, почему, да, значит, ну, почему, понятно, значит, обманывали, ведут себя нагло, значит, такой низкой квалификации у министров-депутатов вообще никогда не было. То есть вы признаете, что это еще хуже, чем предыдущие органы правительства? Ну, такого действительно не было, и там есть целый ряд причин, но я думаю, что следующий будет лучше. Значит, и чтобы он был лучше, партия Центра подала еще одну инициативу, Центр избирком по закону имеет право рассматривать ее перед началом сбора подписей. Десять дней, по-моему, да? Сорок пять дней. Сорок пять дней. Значит, десять дней – это распуск Сэйма, там один закон, а другой закон – сорок пять дней – это поправка Конституции. Значит, и мы предложили партию Центра, что мы имеем пятую статью Латвейской Конституции, где написано, что в Сэйме сидят сто депутатов, которые, кстати, получают 80% законов извне, из Брюсселя. И чем они там занимаются? Ну, это они сами знают лучше других, но я думаю, ни один нормальный человек больше десяти депутатов наизусть сразу не назовет. То есть, а еще девяносто там получают зарплату три-четыре тысячи евро в месяц. В общем, значит, если коротко, пятая статья предусматривалась, что там сто депутатов. Значит, партия Центра официально уже подала в Центре Сберком, счетчик пошел этих дней сорока пяти, и инициатива, что в Латвийском Сэйме пятьдесят депутатов. То есть, наполовину? Да. Значит, то есть, расходы сразу наполовину уменьшаются. Значит, нижний сегмент, самый неквалифицированный вылетает. Ну, там Кайменч, Буандарс, подобные персонажи, я думаю, они как только Сэйм распустят, их там больше не будет. Этого нового банкира, который руководил банком, где Рэмман Паус, к сожалению, имел свои сбережения некоторые… И потерял окончательно, да. Да, но зато вот Буандарс, как руководитель этой бюджетной комиссии, получил от министра финансового награду, государственную награду за вклад в развитие финансовой системы Латвии, да? Мне особенно, я уже даже не знаю, это плакать или смеяться, да? Ну, это трагикомедия. Это трагикомедия, но самое интересное, что она продолжается, потому что есть такой министр образования, господи Шуплинска, которая часть рабочего времени тратила на борьбу с латвийскими университетами, если мы помним, да, с ректорами. Конечно. Да, и продолжает это делать успешно. И второе было заявление, которое, в принципе, для независимого государства какое-то немыслимое, которое говорит о том, что вот докторской диссертации, то, что пишут люди, да, что больше на латвийском языке будет нельзя писать только на английском. Ну, надо-то было заодно на французском, на немецком. Кстати, китайский сейчас становится популярным в мире. Но вообще я, честно говоря, не понял, а на министра образования какой страны? Нет, ну, знаете, вообще-то, когда вот в 90-м году говорили, что нам надо выходить из Советского Союза, то один из аргументов был, что, значит, на определенном уровне уже диссертации как бы нельзя было защитить на латвийском языке. Это правда, да. Значит, и тогда ездили, допустим, в Минск, как вот бывший один наш министр иностранных дел, такой был Индул, из которой, значит, ездил в Минск и защитил, значит, диссертации на русском языке о достижении колхозного строя по яйцеводству. Я даже, к сожалению, не шучу, значит… Да ладно. А потом он стал министром иностранных дел. В Латвии, да. Да. Ну, в Беларуси такие министры не нужны, наверное. Да, да. А в Латвии какое-то время он был, значит, ну, и тогда, да, действительно, защищали на русском. Значит, теперь будут на английском, очевидно, но уж это, по крайней мере, это предательство тех идеалов, с которыми люди шли на баррикады. Это точно, да. Да. То есть, самое интересное, что это предлагает представитель, ну, скажем так, партии, которая позиционировала себя как национальной. Да. Ну, там, действительно, эта трагедия, ну, она уже перерастает уже даже в трагедии, потому что, значит, шутки-шутки, значит, но с теми решениями, законами, инициативами, которые исходят из этого парламента и из этих министров, нам, к сожалению, надо жить каждый день. И это касается и медиков, и учителей, и, ну, многие социальные группы это касается, и денационализированных, например, тоже. Вот тогда такой интересный вопрос, вот вы сказали важную вещь о том, что 80% законопроектов, фактически, это то, что приходит из Брюсселя, остальные 20, я так понимаю, из кабинета министров. А чем же тогда занимаются депутаты Сейма? Я чуть уточню, это даже не законопроекты приходят из Брюсселя, а приходят уже готовые нормативные акты, которые для нас обязательны. А, и мы только их штампуем, да? То есть, да, они в этих, ну, иногда латвийский парламент может внести какие-то небольшие там нюансы. Допустим, если Брюссель нам прислал директиву, что здесь должен стоять синий забор, то латвийский парламент может, значит, провести там три слушания, решить, что будет голубой или темно-синий. На забор будет. А, но всё-таки с цветом ещё можно поиграть чуть-чуть, Ну, они играют, да, они сильно играют, уже заигрались, я бы сказал. Значит, остальное, там есть какие-то, ну, да, бюджеты, что в каких-то рамках тоже могут составлять, но, опять же, бюджет… Согласовывать надо с Брюсселем, да? Да, да, это называется семестр. Надо возить его в Брюссель, в столицу, согласовывать. То есть, в принципе, значит, ну, и при том, что количество населения это у нас тоже уменьшается, количество налогоплательщиков тоже уменьшается, само собой. Ну, и содержать там 100 бездельников, это очень круто, и мы предложили, что давайте сократим наполовину. Партия Центр подала вот эту поправку, пятая статья Латвейской Конституции, что, значит, там, где написано 100 депутатов, будет написано 50, если народ это поддержит. Ну, вот я думаю, что многие депутаты Сейма вам возразили и сказали, ну, почему бездельники? Посмотрите, наш распорядок дня у нас комиссии, подкомиссии, группы по сотрудничеству с разными странами, а вы говорите, что вы ничего не делали? Да, вот группы по сотрудничеству с разными странами – это вот чистый политический туризм. В основном, то есть, вот эта же самая Винтила, министр, он едет там, допустим, в Нью-Йорк, живет в апартаменте королевы за счет, конечно, латвийского государства, нас с вами, ну и так далее, и так далее. То есть, сотрудничество с разными странами я бы рассматривал все-таки с точки зрения результатов этого сотрудничества. И вот берем пример, когда наш министр иностранный Дил Ринкевич за 80 тысяч с чем-то даже, Евро, поехал на Фиджи с небольшой делегацией, пожили в пятизвездном отеле. Красиво все-таки в Фиджи. Не каждый из нас был в Фиджи, я, к примеру, не был, вы наверняка тоже не были. Я думаю, что да, действительно, наши иностранные дела и отношения с республикой Фиджи наверняка поднялись на новые качества, на новый уровень в результате этого визита. С этим я согласен. Но я бы хотел увидеть экономический результат вот этого сотрудничества. И на мой взгляд, вот он, этот результат, сотрудничество с Фиджи, если уже потрачено 80 тысяч, чтобы туда наш министр слетал, ну давайте тогда заработаем на этом больше 80, но, к сожалению, вот не видно таких. Да, вот здесь очень хороший вопрос, который вы затронули, хорошая тема, как мы вообще будем зарабатывать. Но, по крайней мере, из уст нынешних членов правительства или даже, кстати, депутатов Сейма, я пока так и не уяснил, как мы это будем делать. Потому что, как мы знаем, 12 миллиардов у нас от нерезидентских бизнесов ушло, как мы знаем. Количество инвесторов сокращается. Количество населения, как вы тоже напомнили, тоже сокращается. Спрашивается, а как мы будем, собственно говоря, зарабатывать? Тем более, что транзит, видимо, тоже под угрозой. Мы знаем, что российские транзитные компании думают, как переинетироваться на свои отечественные порты. Как мы будем зарабатывать? Значит, в целом, вот тот депутат Бундестага из партии «Альтернатива для Германии», который был у нас кандидатом первый раз за историю Латвии от партии «Центр» на Европарламент, он таким свежим взглядом депутат из крупнейшей экономики Европы, из Германии посмотрел. Он на нашу ситуацию, он говорит, что она маленькая. То есть, в принципе, хватило бы несколько хороших решений, чтобы сильно поменять ситуацию. То есть, одно из этих решений – это действительно использование нашего географического положения, за которое столетиями тут шли воины, с 13-го столетия, пришли вот те, эти, шведы потом, потом еще кто-то. И постоянно, значит, все хотели на этом клочке земли, на этих транзитных путях зарабатывать. И это, кстати, можно было делать. Вот, допустим, я же сам лично в 90-х предложил и протолкнул даже через парламент и через тогдашнее правительство инициативу о том, чтобы создать свободные порты, свободные экономические зоны. Значит, это была инициатива, руководимая мною института, которую мы, значит, провели через всю вот эту бюрократическую машину. И, значит, в 97-м году это заработало. И, значит, вы не поверите, конечно, но тогда решение насчет того, как будет проводиться политика в Риге, они в целом принимались в Риге. А не в Брюсселе и в Вашингтоне и в других подобных местах. Значит, принцип механизма вот есть. Если им правильно пользоваться, он может работать, но это если правильно пользоваться. Потому что, значит, механизм, конечно, был создан для того, чтобы делать рабочие места, делать, значит, просветающий транзит. И это не подразумевалась кормушка там для каких-то чиновников Рижской думы, которые там сидят или половина назначается правительством. Это не планировалось, как, скажем, место работы для жены депутата Юрыш, которая там работала, получала по 4 тысячи евро, да. Ну, пока он работал в Кнабе, значит, она работала в Рижском свободном порту и так далее, да. То есть, ну, это получилось такое… Это, наверное, случайное совпадение. Ну, это ни в коем случае, значит, пока что нельзя говорить, что это разновидность коррупции, прием родственников на работу. Хотя, значит, злые языки могли бы и так сказать, значит, но пока что таких обвинений как бы не выдвигалось. Но хотя ситуация очень такая своеобразная. Вот интересно, что упомянутый Вами господин Юрош, господин Закатистов, который, кстати, является, тоже, видимо, по случайному совпадению Параминской секретарем Министерства финансов, они находятся под следствием, и с этим они не могут работать всеми. Это ведь тоже такая пикантная ситуация, когда те, кто занимает ответственные посты, находятся под следствием. Ну, вообще-то, нам много говорили о том, что у нас будет как бы скандинавский уровень демократии и того, и этого. И благосостояние скандинавского уровня. Ну, сначала, да, значит, должна быть по скандинавскому уровню требовательность к депутатам и должностным лицам, потом уже последует само собой благосостояние, потому что... Это взаимосвязные вещи, да? Однозначно, потому что в Скандинавии, если министр случайно рассчитался служебной карточкой за небольшую покупку, потом возместил эту растрату, то это уже, значит... Бывший министр. Уже бывший министр, да. Значит, а у нас под следствием не нормально все, да? Как бы. Но это абсолютно, конечно, не нормально. То есть, человек, который находится под уголовным следствием, не должен работать в Министерстве финансов вообще. У нас, кстати, была такая чиган, которая была наказана за контрабанду. Она тоже была где-то там парламентским секретарем. То есть, очень низкие стандарты. То есть, контрабанда и Министерство финансово, на мой взгляд, несовместимы абсолютно. То есть, она могла бы, может быть, в Министерстве внутренних дел или в таможне давать советы, но не в Министерстве финансово. Да, к сожалению, вот такая у нас ситуация. Вот действительно уже не знаешь, улыбаться или действительно плакать, хотя ничего тут смешного нет. Вот еще говоря о ситуации, которая сложилась, кто-то может сказать, что да, конечно, надо бы, может быть, наказать, если так можно сказать, этот парламент, распустить его. Но есть и другое мнение, которое говорит о том, что после того, как распустится парламент, этот будет там 2-3 месяца на всю эту предвыбанную кампанию, и не появится, никто к нам, условно говоря, с другой стороны и с луны не спустится, и будет примерно все то же самое. Нет такой опасности, что те же партии, те же лица. Не все. Значит, во-первых, не все пройдут. То есть, КПВ, Каминч и вся его команда вылетает автоматически. Ну, он уже, очевидно, сильно переживает, у него только что уже нервы, наверное, сдают, и случился пожар в квартире и так далее. То есть, ну, видно, что уже он как-то не справляется даже уже у себя. Ну, так или иначе, значит, есть ясные и позитивные эффекты у этой инициативы партии «Центр» о распуске Сэйма. Во-первых, Сэйм уже стал работать чуть-чуть ответственнее, то есть, уже, значит, резких движений стало меньше, высокомерие стало меньше. Они уже боятся принимать какие-то абсолютно такие, ну, плохие вещи, которые касаются больших социальных групп. То есть, уже, значит, этот парламент стал себя вести чуть-чуть лучше. То есть, все-таки испугались чуть-чуть, да? Однозначно. Это видно по всему, по смене стиля коммуникации и, значит, по содержанию рабочей повестки. Это пункт первый. Пункт второй. Значит, любой следующий парламент, даже если он будет состоять почти из тех же самых, чего, конечно, не будет. Я объясню, почему. Значит, любой следующий парламент будет лучше воспитан. То есть, они будут понимать, что если делать так, как делали все вот эти каменщие, значит, новые консервативные партии и подобные, значит, это тогда они через год вылетают. Соответственно, качество госуправления улучшится. И как сейчас, так и потом. Так что, уже есть плюсы. Второй момент, что я бы прогнозировал, что будет высокая поддержка сокращения количества депутатов парламента со стороны избирателей. То есть, она, эта поддержка может оказаться даже выше, чем поддержка распуска САЭМа. Судя по реакции, когда, значит, мы, как вот партии-центры, идем, рассказываем людям, что мы предложили также сократить со 100 на 50. То есть, энтузиазм даже, ну, не меньше точно, даже бывает и больше, потому что это, ну, уже, так говорят, давно надо было сделать, и это, ну, основной ответ, который мы получаем, когда мы об этом рассказываем. И еще один момент, что люди, в общем-то, в ходе этой инициативы, они учатся демократии, учатся заставить парламент и бюрократии себя уважать. И оказывается, что да, если люди реагируют, то уважение и появляется к интересам населения. Потому что, если вспомним немножко латвийскую историю, вообще, откуда у нас взялось это право распустить САЭМ? Значит, люди это выбили буквально во время массовых беспорядков 13 января 2009 года. Только после этого, в латвийском законодательстве, после массовых беспорядков появилась вот эта возможность распустить САЭМ. То есть, тогда, когда народ выступает в защиту своих интересов, оказывается, что это можно сделать. И, значит, у нас даже есть законный механизм, не надо опять идти в Министерство финансово бить окна, САЭМ бить окна, как там в январе 2009 года. Но, кстати, я обратил внимание, что напротив Центризбиркома фасад Министерства финансово, сегодня на окнах этого министерства появилась броня, специальная броня. Значит, я нафоткал, поскольку я сегодня шел в Центральный избирательный комитет. То есть, они поняли, что, значит, уже терпение народу приходит конец. И что, кстати, инициатива Роспуск САЭМ, инициатива, значит, партии Центра о сокращении количества депутатов со 100 на 50, это может быть далеко не пределом народных протестов, может быть более радикальной. Потому что они реально, они приводят страну уже к очень серьезной ситуации. Да, давайте примем звонок. Одевайте, пожалуйста, наушники, успеем принять в первой части. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер, Антон. Да, пожалуйста. Я хотел спросить, я так понял, что у вас депутат партии Центра, да, в гостях? Ну, не депутат, представитель, это партии Центра, инициатор сбору подписей за Роспуск САЭМа, да. Да, я хотел такую вещь, насколько я правильно понимаю. Эта инициатива партии Центра поступила буквально за несколько дней, или может быть за неделю до, после акции протеста медиков, и, соответственно, когда стало известно, что профсоюз готовит тоже подавать инициативу Роспуск САЭМа. Вот, и как вы считаете, если бы, ну не привело ли это в своем роде к тому, что немножко снизило потенциальный интерес к этому, потому что была достаточно большая информационная кампания против партии Центра и против там еще второй инициативы, кто-то там подавал, не точно не помню, вот, а к тому, что вообще сейчас меньше подписей подается, слава богу, вроде как цик будет все эти подписи суммировать, если я правильно слышал, но если бы не суммировали, получается, три разных инициатора, соответственно, каждый друг друга отбирает подписи, пытается какой-то политический потенциал, может быть, себя набрать и так далее. Спасибо большое, вопрос понятия, поясните, пожалуйста. Значит, время подачи, эта инициатива объясняется одним простым, значит, моментом латвийского законодательства, что парламент можно распустить год после того, как он начал работу. Не раньше. Да, и не раньше. Значит, и подать инициативу тоже нельзя, скажем, за две недели сказать, что мы просим ее засчитать на 7 ноября там. То есть, вы могли подавать только по 7 ноября, правильно? Да, значит, и в первый день, когда это можно было сделать, мы подали. И никто не мешал и медикам, и педагогам, и всем другим социальным. Ну, сейчас я так понимаю, что могут объединить все эти инициативы. Значит, мы с медиками прямо сегодня об этом говорили на заседании Центрального избирательного комиссии. Вы тоже были там? Значит, я там выступал, медики тоже выступали, значит, они сказали, что никакой ревности с их стороны нет, я дословно цитирую, значит, и попросили просто объединить их инициативу уже с, значит, идущим сбором подписей нашим, да. Так что они сами об этом попросили. И сейчас мы договорились, конечно, обрадовались, будем дальше, значит, работать вместе по этому направлению. То есть, кстати, теперь фактически только один сбор подписей, одна акция, да? Да, значит, это одна акция, значит, есть там несколько инициаторов, их может, кстати, даже больше, значит, это не принципиально. Я думаю, что тут уже вопрос даже не лично, кто принес, там подал, а именно, значит, в самой идее. И второй момент, что касается вот разных нападений, то, если вы обратите внимание, то на Медикова тоже было очень немало нападений и чёрного пиэра. Сейчас пошло на них, там была озвучена зарплата председателя, там, одним из депутатов, да, что он там получает, ну, в профсоюзе какую-то зарплату, да, потом было... Якобы какой-то врач получает чуть-чуть не 30 тысяч в месяц, правда, фамилию не назвали, да. И так далее, то есть, значит, было очень много нападений на Медикова, то есть, значит, любой подавший, любой партии-центры, значит, профсоюз Медикова, там, христианская там, ассоциация христианских женщин, да, любые бы получили сумасшедшие дозы компромата, значит, и результат, значит, если кто-то поверил бы этому компромату, конечно, это могло повлиять за собой некоторое снижение там активности. Но, с другой стороны, есть также, я думаю, плюс, что мы сработали как ледокол, мы взяли на себя определенный объем этого огня, обстрела. То есть, вы уже запустили этот партий. И Медикам было легче, потому что, значит, они более консервативные, значит, и вообще-то цель этого черного всего этого вещания была их испугать, то есть, на нас нападали в том числе и потому, чтобы испугать Медиков, и чтобы они... Посмотрите, что с вами тоже сделают, да? Да, вот сейчас мы вас тоже, вот так же, как партии-центры будем там бить там всем правдам-неправдам. Вот я привожу пример, как, вот, скажем, делается вот эта пропаганда. Один маленький пример. Значит, есть фотографии меня. Значит, я выступаю в 2009 году в Бауске, там был митинг по поводу защиты больницы. Там хотели ликвидировать больницу, значит, люди заблокировали прямо шоссе, значит, и был митинг, и я туда пришел в защиту выступить, значит, в больнице в Бауске. И потом, значит, вот взяли эту фотографию, газета Диана, взяли другую фотографию, значит, из митинга, значит, партии Жданок в защиту русских школ. Так. И совместили, и на латышском языке отпадали. Значит, что я, как бы, выступаю, значит, в Жданок. Это ничего, значит, разные города. Этот один митинг в Риге, другой в Бауске, значит, в том митинг, который в Риге, там сфотографировано со спины муниципальной полицейской, где написано, что это в Риге, да? Ну, ничего, совместили, значит, и я начинаю получать на латышском языке вопросы. А почему, значит, вы выступаете за Роспуск Сейма под лозунгом защиты русских школ? Жданок. А вы рядом и не стояли там. Ну, значит, я против русских школ, честное слово, ничего не имею, значит, но на том митинге меня не было. Значит, это разные митинги с интервалом 10 лет. И вот это, значит, уровень вот этой черной пропаганды, которая, значит, на латышском языке, значит, поливает, допустим, меня там, еще кого-то, да? Ну, Матергострович, у нас в студии, один из инициаторов подписи за референдум по Роспуску Сейма. Прервемся буквально на пару минут. Реклама, не переключайтесь. Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Может быть, несколько слов сейчас действительно о процедуре вот этого голосования, сбора подписей за референдум по Роспуску парламента. Я думаю, что прежде всего люди должны понимать, что они сейчас голосуют за референдум. Да. Еще должен быть впереди референдум. Но, может быть, несколько слов о самой процедуре голосования. Значит, сейчас вот самое удобное, конечно, это подписаться в электронном виде. Через интернет, да? Используй интернет-банк. Именно интернет-банк. Даже не надо иметь электронную подпись, хотя с электронной подписью тоже можно, конечно, подписаться. Но интернет-банк, это самое простое. Мы даже разместили видео, обучающее на Фейсбуке на своей странице, значит, партии центра, как за 40 секунд подписаться за Роспуск Сейма. Тут и в интернете… За 40 секунд. Да, это спокойно, можно сделать не спеша за 40 секунд. Чем и объясняется, в общем-то, большое количество, потому что, действительно, это несложно для пользователей интернета. Значит, у нас даже появились статьи в некоторых изданиях, как не выходя из дома распустить Сейм. Тоже инструкции там, кое-кто перепечатывал там от нас или сами там тоже по своей инициативе. Значит, это самое простое. Значит, если человек интернетом не пользуется, значит, у него тоже нет, несложно. Есть еще несколько возможностей. Основное и самое хорошее из них – это просто пойти в местное самоуправление или там, ну, скажем, Олайна, Балвы, Ригу, в конце концов, и заверить свою подпись. Значит, там тоже такая услуга предоставляется. Дальше немножко нюансы возникают уже в зависимости от политики самоуправления. То есть, есть такие самоуправления, которые дают возможность подписаться бесплатно. То есть, они сами эти все издержки берут на себя, небольшие, да? Ну, это как есть там издержка, один листок распечатать. Значит, но этот листок потом надо передать или прислать нашей инициативной группе, чтобы мы подали в Центральный избирательный комитет. А и это все будет плюсоваться, да? Да, значит, и тогда вот то, что нам прислано, ну, допустим, или там профсоюз медицинских работников, или партии центра, или там еще общество, значит, которое третье, то, что нам прислали, значит, мы это складываем и относим, когда уже собрали, должное количество, тогда передадим в Центральный избирательный комитет, комиссии. Значит, дальше что? В этом самоуправлении человек заходит, там заверяется его подпись, это намного дешевле, чем у нотариуса, скажем, Риг за это берет 1,43 евро. С паспортом надо идти, разумеется. Ну, да, или адекатой. И, значит, еще нюанс, что для малоимущих Рига заверяют бесплатно. Но пока в Риге еще имеется все-таки такой тонкий нюанс, что это можно сделать только в одном месте. Скажем, в Олайоне в одном месте, в Балве в одном месте, в Риге тоже в одном месте. Это Дзирцема, 28, третий этаж, место декларации, значит, проживания. И, соответственно, значит, ну вот там… Да, там можно эту процедуру пройти, потом это все плюсуется. Я так понимаю, что на первом этапе сбора подписей надо собрать не менее чем 155 тысяч подписей граждан Латвии. Ну, около того, так я понимаю. Но поскольку уже за неполные три недели имеется 43 тысяч, то есть полная уверенность того, что это будет собрано. И дальше просто немножко зависит от скорости. Мы сейчас обратились, кстати, к омбудсмену, к Тесе и Псаргу по поводу ущемления прав граждан, которые живут за границей. Потому что если человек живет уже лет 10 за границей, у него нет латвийского интернет-банка, то заверить свою подпись так, чтобы это признавалось в центре сборкома, для него практически невозможно, находясь за границей. То есть латвийское консульство, посольство этим не занимается. То есть получается, что мы просто получили очень много обращений от людей, которые живут за границей, что они тоже хотят подписаться, но пока они такой возможности по латвийскому законодательству не имеют. Это явная дискриминация. И мы обратились к омбудсмену, чтобы он сказал свое квалифицированное слово. Потому что они такие же граждане Латвии, как и все остальные. Неважно, в какой стране в данный момент они находятся. Они могут, соответственно, принимать участие в выборах. Во время референдума там тоже будет открыт избирательный участок, а вот подписать об инициации законопроекта или там распуск сайма они пока возможности не имеют. Да, что-то как-то тут недоработано. Да, Центр избирком предлагал, кстати, парламенту это доработать. То есть дать возможность посольствам подтвердить вот эту подпись в таком случае. А через интернет-банк они могут, да? Они могут, конечно, да. Но, значит, у многих, которые живут за границей, уже Латвийского интернет-банка не имеется. Кстати говоря, да. И, значит, получается, что они вообще лишены возможности поучаствовать в этом процессе. Что дальше? Поясните. Если все-таки удастся собрать 155 тысяч подписей, если раньше это казалось нереально, то теперь это кажется вполне реально с учетом тех темпов, о которых мы сегодня говорили. Что будет происходить дальше и как это будет происходить, если мы дойдем до этого этапа? Ну, я уже высказал прогноз, что дойдем до этого этапа. Соответственно, тогда, значит, в Центре сберком объявляют референдум о распуске Сэйма, который должен состояться не раньше одного месяца после подачи этих подписей и не позже двух месяцев. То есть, ну, максимум в течение, соответственно, двух месяцев проходит референдум о распуске. Если Сэйм распущен, тогда в течение, опять же, двух месяцев проходит новый выбор. То есть, это, опять же, в теории, ну, это 50 на 50, но, значит, при такой активности, какая она есть, если продолжить, то можно будет совместить внеочередные выборы Рыжской думы, если такие будут с выборами в парламент, допустим, тоже вполне, значит, в теории это можно сделать даже этой весной. Но я бы прогнозировал более вероятный срок, скажем, весну, май примерно или осень тогда уже. Нет ли таких опасений, вы уже частично тему черного пиара затрагивали, но не могу не спросить, нет таких опасений, что, ну, правящие тоже не дремлют, мы знаем арсенал их аргументов, но один из таких аргументов, кстати, достаточно эффективный, что всех объявят рукой Москвы и скажут, что за этим стоит, опять-таки, Россия, скажут, что медики уже там, не знаю, продались Российской Федерации, Гросточ тем более, общество, власть латвийскому народу, тем более, в общем, нет таких опасений. И согласие, которое, вроде бы, тоже готовы поддержать, тоже, тем более, это рука Кремля. Я почему спрашиваю? Я знаю, что вы вот были сегодня на конференции по сдерживанию, так она называлась. Ну, я слежу, конечно, за латвийской внешней политикой, в том числе политикой безопасности. Сегодня была конференция организована Академией национальной обороны по сдерживанию, там выступали интересный иностранный эксперт, включая китайского, очень интересного, ну, это понятно, что Китай не состоит в НАТО. Да, и сдерживать Россию пока вроде не готовится, да? И у него просто была интересная такая геополитическая информация, я пришел, послушал именно китайского, в первую очередь, эксперта. В общем-то, ну, это, как бы, конечно, большая отдельная тема, такая манипуляция, она в латвийской политике присутствует, при том этот пинг-понг совершенно согласованно между собой играет как, скажем, националисты с одной стороны, так и с другой. То есть, как мы видим, кадры из национального объединения «Райвис Дзинтарс» очень быстро и плавно перетекают и в согласие, и в год скалпот Рига. В честь служить Риг, привожу пример, Якрин, который был, значит, явным националистом, потом руководил Ригой Сатексме, Байба Брок, которая была националистом, значит, она перешла теперь уже в интернационалисты. То есть, там идет, значит, такое сотрудничество полное. Кстати, я обратил внимание, значит, на это тоже очень нервно отреагировали, там, криками о руке Москвы и так далее. Я с ЛНЕКС там в парламенте уже против меня выступил, сказал, что да, ну, ты все озвучил, вот весь этот пакет стандартный для своего национального объединения. Значит, председатель парламента Мурнец, она же избрана при поддержке согласия. То есть, согласие, значит, тогда воздержалось от голосования, и, соответственно, получилось такой куарум, что избрали именно Мурнец. То есть, это доказуемо, что Мурнец получил поддержку согласия. Там была политическая сделка. Ну, вот я вам уже, не отходя от кассы, назвал три примера сотрудничества прекрасного, сотрудничества, значит, и согласия с нацобъединением. И таких примеров я могу назвать целой передачей. Вот, может быть, еще такой вопрос, который хотел вам задать. Нет ли таких опасений, что вот люди так разочаруются вообще политика как таковой? Я сейчас даже не говорю о какой-то конкретной партии, потому что они видят, что им обещали там три по пятьсот, не знаю, там десять по двести, все только не обещали. Всем пенсии, зарплаты, там пониженные налоги, в общем, все-все-все обещали. И так от выборов к выборам все обещают, потом обманывают. И люди просто, ну, перестанут идти на выборы, и явка будет вообще минимальная. Я понимаю, что выборы все равно признают состоявшимся, но вот по поводу явки мы уже видим с каждым от выборов к выборам все меньше и меньше участвуют в голосовании. Есть один интересный тренд, что все-таки те, кто приходят, они приходят уже наказать тех, кто их обманул. То есть... И да, и так тоже. И на референдум то же самое. То есть вот если посмотреть на прошлый выбор парламент, народ еще не был обозлен, так как сейчас, то есть над ними что-то так не издевались. То есть тогда вылетело 67% тех депутатов, они были вынуждены пойти работать, 67%. Значит, а сейчас, я думаю, что этот процент может оказаться и выше. Тем более, если, значит, поддержку избирателей получит вот эта инициатива партии Центра о сокращении количества депутатов парламента вместо 100, значит, чтобы там было 50. Это изменение пятой статьи Латвейской Конституции. И это, кстати, очень ярко показывает, что мы именно пришли изменить ситуацию в стороне, а не сами прорваться на эти кресла. Потому что ни один политик, который мечтает, у него там цель вот только-только туда пересесть, он не будет сокращать свои шансы, да? То есть имеет в этом плане действие именно исходя из общественных интересов. Отденьте, пожалуйста, наушники. Сейчас прием еще один звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Добрый вечер. А вот насчет участия избирателей выборов, да? На самом деле, действительно, не хочется идти голосовать, но я бы сходил проголосовать за ту партию, да, которая воспользовалась бы рецептом шария на Украине, да? Вот он, знаете, что предложил для... какую процедуру? Он говорит, наши депутаты, если я пройду в парламент, то он говорит, я пройду в парламент, да, они будут действительно выполнять волю своих избирателей. Каким образом, он говорит? Я для тех, кто проголосовал за меня, устроил по каждому значимому вопросу в парламенте, будет устроено голосование на сайте моей партии. И вот что примут, какое решение избиратели, проголосовавшие за меня на сайте моей партии, то депутаты, которые будут проголосовывать в парламенте. И вот если такое сделают власти, я вот за такую партию буду голосовать, чтобы не политики решали, что надо их избирателю, а сами избиратели свою волю давали в парламенте. Спасибо. Это очень, значит, правильный тренд будущего. Это называется кибердемократия в жаргоне. То есть это даже открывает возможность избирателям, во-первых, самым принимать законы, как мы сейчас предложили две инициативы. Ну, одна уже идет сбор подписей о распуск САИМа, и вторая о поправке пятой статьи Латвейской Конституции тоже будет предложена избирателям, и даже не только избиратель партии центра, вообще все избиратели смогут сказать, они хотят 100 депутатов или 50 депутатов. То есть, в принципе, значит, вот этот механизм, который в Латвии, а мы чуть дальше, Украина или Казахстана продвинулись в этом направлении, он дает возможность не консультативно провести референдум на сайте партии, а дает возможность на Латвии ЛВ провести юридически связывающий, обязательный, значит, референдум голосования той или иной поправки. То есть, в принципе, значит, мы можем, опять же, сократить функции САИМа и по определенным вопросам голосовать избирателям напрямую. И, кстати, значит, появляется еще тренд уже такой 21 века, что партия даже не обязательно должна сидеть в этом законодательном органе САИМа, она может, вот как сейчас партия и центр, просто предложить определенные поправки по тем законам или по Конституции там, где мы считаем необходимым. А сидеть на месте нам даже не обязательно, то есть избиратели могут проголосовать за наше предложение, и, значит, оно пройдет даже не хуже, скажем, и даже лучше пройдет иногда, чем если мы сами будем там сидеть в этом парламенте и передвигать эти бумажки, создавать очередные там комиссии, чтобы получать определенные там надбавки на депутатскую зарплату. Но те, кто руководит там комиссиями, они получают не 3 тысячи, а 4 тысячи, значит, и это создание всех этих комиссий, вся эта иллюзорная деятельность, это просто метод, как они зарабатывают. Давайте еще один звонок примем. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер, Александр. Да, пожалуйста. Господин Грёстенш, вот вы, я хотел, чтобы вы наряду с агитацией за распуск фейма параллельно называли тех людей, которые бы выменили существующих депутатов. Ну, например, вот ваш друг Эмерс Грауден нигде не фигурирует, и вы его вообще не упоминаете, а он вас приглашал в свое время на радиус. Спасибо большое. Ну, я не знаю, стоит ли нам сейчас переходить на личности и заниматься предвыборной агитацией, вроде еще пока выборы не начались, но вот раз уж такой вопрос задали. Значит, он, да, он очень интересный эксперт, значит, мы с ним поддерживаем отношения, они вполне хорошие, но я обращу внимание, значит, что Грауденш выступал на эвровыборах от другой партии, и при том от партии, которая выступает за единый Европейский Федеральный Союз. Мы все-таки выступаем за максимальную самостоятельность Латвии, за то, чтобы у нас оставалось право решать свою судьбу самим, а это, ну, принцип диаметрально противоположной тенденции. Поэтому, конечно, я всегда буду рад с ним в эфире подискутировать. У нас, допустим, была дискуссия с ним на телевидении по поводу ядерного оружия. То есть, Грауденш выступал за создание, значит, Европейской армии и Европейского ядерного оружия. Я сказал, что тогда, значит, мы получим ситуацию, какая она была и, в общем-то, и в Советском Союзе, что, значит, никто маленькую Латвию не будет спрашивать ни насчет применения этого Европейского ядерного оружия, ни насчет размещения у нас. А все-таки, значит, насчет размещения ядерного оружия у нас, я считаю, что Латвия должна иметь право голоса, чтобы, значит, избежать разных рисков, инцидентов, загрязнения и так далее. То есть, это серьезный вопрос, это не шутки. И поэтому, значит, я очень абсолютно четко уверен в том, что, значит, страна должна иметь реальный суверенитет и реально иметь право решать свою судьбу по таким существенным вопросам, как, скажем, и европейская армия, и валюта, и своя экономика, и много-много что еще. Ну что ж, может быть, завершая процесс, возвращаясь к тому, с чего мы начали наш эфир, можно ли сказать, что вот сама акция по сбору подписей, она имеет не только вот такой вот характер за референдум, но она имеет такой, не знаю, воспитательный характер, поскольку депутаты, которые находятся в парламенте, сейчас, в нынешнем парламенте, но должны понимать, что больше вот такой обман с рук сходить не будет. Значит, действительно, я еще раз подчеркну, что уже эта инициатива сбора подписей сработала в сторону воспитания парламента, в сторону, значит, улучшения госуправления, потому что они перестали совершать резкие движения и стали думать, как уже так поменьше дразнить населения, избирателей, вот, и это, кстати, повлияет на людей, снимающие квартиры, кстати, потому что сейчас готовился очень жесткий закон об аренде в парламенте, значит, Лочмила, Регина, значит, Лочмила-Лунева руководила этой подкомиссией, которая, значит, подготавливала закон об аренде, по которому можно было в проекте выселить человека из квартиры в случае неуплаты аренды или коммунальных без суда в течение двух месяцев, то есть, а это в преддверии экономического кризиса, когда надо как раз наоборот, надо укреплять механизм социальной поддержки. Я думаю, что этот закон уже не будет с такой скоростью продвигаться по парламенту или придет уже в другом виде, то есть, уже, скажем, те люди, которые снимают квартиры, они уже выиграли от этой вот подачи инициативы, то есть, у них появился шанс на более, скажем, социально ответственное законодательство, ну и так далее. То есть, тут много плюсов, которые уже наступают. Вне зависимости от референдума, да. Да, и дальше, значит, все будущие парламенты, они будут все-таки лучше воспитаны. Если сейчас мы, значит, вот это безобразие прекратим, это безобразие станет меньше. Ну, у нас был в студии один из айциаторов сбора подписей за референдум по распуску Сейма. Большое спасибо. Продолжение следует...